И, кстати, это время уже не такое большое остается время до именно того уровня, чтобы именно было массовое исследование. То есть, логически все люди понимали, что это правильно, уметь за счет сознания, например, разборовиться, уметь за счет сознания не допустить катастроф самолета, аэс и так далее. Просто за счет личных способностей. Причем этому обучаться можно стандартно абсолютно. По моей практике, пилоты обучались буквально за три лекции, где они строят основные системы, которые вообще никогда не слышали, ни профессионал сессорик, в общем, в этом плане не прошло. Потому что они сами на истинного открытия, вот поэтому они быстро собирают участие. Я, кстати, нет ни одного слова, чтобы пилот не обучился, например, после максимума трех лекций. А в основном за буквально одну лекцию, особенно если я имел правду показывать прямо возле самолета, где эти потоки стоят, моментально начинали считать информацию. То есть проблем, по сути, никаких нет в системе передачи информации в тех случаях, когда лица заинтересованы. Пилот заинтересован реально, он ликвидный самолет, он понимает, что он отвечает за пассажиров в первую очередь там. Иногда пилот говорит по себя тоже, вот в сайте лекции, в первую очередь, на самом мышлении ответственно за пассажиров. Значит, и дальше он получается, что, значит, из-за того, что он имеет такую ответственность, он быстро-быстро, там, мгновенно открывает эти системы. А почему такое? Потому что он видит реальное событие, что он летит на самолете. Так вот, если прогнозистическое видение развить до уровня возможной проблемы, там, например, на АЭС, да, и возможной проблемы с кем-то, там, тайфуном, там, с каким-то десятым временем, там, лично относящихся к человеку, то, естественно, он научится, да, очень быстро. Значит, элементом передачи информации является то, что передать знания о точном прогностическом будущем каждого конкретного человека, ему лично причем. Как только он, этот человек, понимая, что он освоил эту систему знаний, проблем именно с осваиванием, там, какого-то курса, несложного причем, без всяких, там, каких-то формул, построенного только на системе постижения связи, просто, между сознанием и, там, внешней реальностью.